Добрый вечер. В эфире национального телевидения Чуваши и программа «По существу». Сегодня у нас в студии уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Вячеслав Рафинов. Добрый вечер, Вячеслав Викторович. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Лето наступило, пора отдыха, пора расслабления. И, к сожалению, в это время расслабляются очень многие родители, оставляя детей без присмотра. Вот чем грозит такая летняя вольница? Сегодня, вот в летние жаркие дни, я бы обратил внимание, прежде всего, на безопасность на воде. Все мы тянемся к воде в эти жаркие дни. Детки особенно? Дети особенно, но вода представляет и очень серьезную опасность, когда дети там одни. В этом году, во время купания, у нас в республике уже утонули семеро детей. Например, вот в самом начале лета, в самые первые жаркие дни в Шумерлинском районе утонули два брата. Семье пятеро детей. Значит, около дома маленький пруд. И мальчики девятого, одиннадцатого года рождения, одни пошли к этому пруду. Как они оказались в воде? Ну, они утонули. В этом году двое детей утонули в Щебоксарском районе. Утонул ребенок в Канаше, в Канажском районе, Красноармейском районе. Поэтому нам, взрослым, нельзя забывать, что... Спасатели рассказывали вообще просто душераздирающий случай, когда папа с трехлетним, ну, почти трехлетним ребенком плавали на матрасе. Папа разговаривал по телефону, ребенок соскользнул. К сожалению, значит, ребенку и трехлет не было. На матрасе катался мужчина с ребенком, и он разговаривал действительно по телефону. И даже не заметил момент падения ребенка. И даже в тот день ребенка спасатели не смогли достать из воды. Это, говорит, уже... Это крайняя степень безответственности взрослого. Мы все ведь прекрасно знаем, что дети одни на водоем не должны идти. Пусть это пляж, где разрешено купаться, но и там они без взрослых не должны быть, без внимания взрослых. А вот у нас, особенно в сельской местности, в наших районах, в малых городах, в большинстве и нет разрешенных мест для купания. Значит, эти водоемы, они дано не обследовано. Нет службы спасения, там, кто придет вовремя на помощь. Нет информации, что купаться запрещено в этом водоеме. Ну, все равно купаются. Да и нынешние взрослые, будучи детьми, наверное, купались. Но тогда вот в сельской местности детей было намного больше. Маленькие дети купались, и там присутствовали старшие дети. Дети 15-18 лет. Ну, которые хотя бы могут позвать на помощь. Они могли любое время оказать и помощь, и учить плавать. Народу было больше. А сейчас дети вот одни, вот эти два брата утонули. Они вдвоем. Мальчики девятого и одиннадцатого года рождения. Им пять, и семи еще нет. Ну, вот поэтому родители всегда должны знать, где находится их ребенок. Вячеслав Викторович, к сожалению, утонуть на водоеме – это не единственная опасность, которая укражает нашим детям в летний период. Есть еще очень много таких случаев, которые вот уже на протяжении нескольких лет вызывают большую тревогу, в частности, выпадение из окон. Да, из окон чаще всего выпадают дети в возрасте до пяти, до шести лет. И, к сожалению, в этом году уже у нас было 12 случаев выпадения детей из окон. Да, был 14 год, когда за все лето у нас из окон выпали 37 детей. Но 12 – это тоже очень много. Ну, скажем так, это не та область, где нужно бить рекорды. Один из них сразу погиб, это в Канаше. Ребенку не было даже года, 11-й месяц где-то шел ребенку. И как он оказался на подоконнике, как он выпал? Опять вина взрослых. Они ребенка оставляются в комнате с открытым окном. Одного ребенок или уже на подоконнике, или залезает на подоконник и выпадает. А чаще на окне бывает москитная сетка, но москитная сетка защищает только от москита, от комаров. А ребенок со своим весом, ребенок, глядя на сетку, представляет из сетки себе, как будто это препятствие. Но сетка не держит ребенка, и ребенок выпадает. И вот из этих 12 выпавших детей 11 госпитализированы. Вот один погиб, значит, 10 госпитализированы. И какой прогноз? Один на амбулаторном лечении. Но они все равно получили травмы. У кого-то переломы, у кого-то разрывы внутренних органов. Это кроме физической травмы, кроме физической боли, еще сколько переживаний. И для родителей уже, которые упустили момент выпадения ребенка из окна. Поэтому ни в коем случае нельзя одного ребенка оставлять в комнате, где открытое окно. И где ребенок сам может открыть окно, должны быть защелки, недоступные для ребенка. И точно так же это и касается балконных дверей. Балконные двери должны быть надежно закрыты. Ребенок один не должен выходить. И производители окон, они не устают напоминать о том, что забирающее устройство можно установить и на уже готовые окна. То есть они не обязательно в комплекте. То есть можно сделать это чуть позже. Они просто должны быть установлены повыше, чтобы ребенок, вот пяти-шестилетний, не доставал. И в комнате, в квартире, около окна мебель не должна стоять, чтобы ребенок через эту мебель мог залезть на подоконник. И не должно быть привычки ставить ребенка на подоконник и наблюдать за тем, что происходит за окном. Вывод из всего, что мы сегодня сказали. То есть есть одно средство, которое, конечно, не гарантирует стопроцентную безопасность наших детей. Но, по крайней мере, это самое эффективное. Это ответственность взрослых. Взрослые всегда должны помнить о своих детях, что они ответственны за их, если что-то с ними происходит. Они ответственны за их безопасность. Ну что ж, спасибо вам большое, Вячеслав Фикторович, за предупреждение. Я уверена, что родители их услышали и все-таки будут внимательнее относиться к своим детям, внимательнее следить за ними хотя бы этим летом. Я напомню, что сегодня у нас в студии был уполномоченный по правам ребенка в Чуварской Республике Вячеслав Рафинов. Спасибо за внимание, всего доброго и берегите своих детей. Спасибо. Будьте здоровы и чтобы были здоровы ваши дети. Редактор субтитров А.Семкин